Муслим Магомаев Это ужасно. Возникает вопрос, а кто это? Петь и слова, а тебе в нас два, слова ты вспомнишь мои Вот я хочу выйти с Пети, чтобы люди знали, кто такой Муслим Магомаев, чтобы они слышали. Да, это очень сложный образ. Любую песню, какую бы ты ни брал бы Магомаева петь, опора и все окончания у него чуть-чуть идут в затылок. Все время держи опору. У него мало вибраций, у него ровный звук. А как добиться вот этого красивого баритона? Это вообще возможно? У меня просто академическая школа. Я с трехлетнего возраста пел академическим, занимался кинемическим вокалом. Потом я перешел на джазовый. Но все равно вспоминать это, это определенное дыхание, это все равно по-другому петь. И тяжело. Ты к нам... Сейчас. Туда. Ты к нам в Москву приезжай. Стоп, ты должен запомнить. Такого рода певцы, как Магомаев, они знают хорошую у них школу. Да. В любом случае. Расскажи свою школу. То есть он не позволит себе петь песню, он будет... Да. Филируй. То есть из пиано форте выходи. И когда у меня самого пошли мурашки от того, как я там один раз попал в его ноту, я понял, что да, это стоит того, чтобы спеть эту песню, стоит того, чтобы работать, и чтобы получалось не только одну ноту, а всю песню. Ну что же, прошу в лифт. Спасибо. От нижней платформы сейчас отправится Дантес, а на сцену выйдет любимец миллионов, Миссим Магомаев. Спасибо. Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой. Не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил. По широким проспектам, значит, ты не видал лучший город Земли. Песня плыет, сердце поет. Песня плыет, сердце поет. Песня плыет, сердце поет. Песня плыет, сердце поет. Ты к нам в Москву приезжай и пройдись в Арбату, Окунись на Тверском в шум зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата На ладонях больших голубых площадей. Песня плыет, сердце поет. Песня плыет, сердце поет. Песня плыет, сердце поет. Песня плыет, сердце поет. Песня плывет, сердце поет, Ветеса, о тебе Москва. Песня плывет, сердце поет, Ветеса, о тебе Москва, Москва, Москва. Ветеса, о тебе Москва, 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 Москва. Это та самая прическа Магомаева. Пишется с двух больших букв. Спасибо большое, Муслим. Наконец-то я понял, на кого ориентировался Андрей при выборе пиджаков в своем гардеробе. Наконец-то, вот он. Я поймал. Муслим, я понимаю, что с таким голосом, конечно, это голос дар. С таким голосом можно делать все, что угодно. Это будет хорошо. И вот я решил проверить эту теорию. Вы можете произнести, коросты, Новоград, маршруточка отправляется? Можете, если можно? Ну что вы, ну... Ну, просто именно этим тоном, да. Я думаю, я не могу. Нет, не получится все-таки. Нет. Отказался. Антон, ну не получится у тебя испортить. Нет, не получится. Пиджачок еще как-то проканал, но коросты, Новоград не получится. Ну, а мне показалось, что это сразу моментально возвысит маршрутку эту до величины автобуса. Ну, что, Андрей, если ты уже взял микрофон, тогда говори. Володя. Вот, наверное, я сейчас отберу хлеб у Романа Григорьевича. Попробуй. Не-не-не-не-не. Вряд ли, это вряд ли. Это вряд ли, да. Многие пытались. Попробуй. Пробуй, пробуй. Ну, мне кажется, это было безукоризненно. Вот он не переиграл нигде, не ушел никуда, вот в какие-то там кривляния какое-то. Вот он все тонко так сделал. Я, к сожалению, возможно, вы видели вживую, а я, мне не получилось, я все наблюдаю только с экрана. Но мне показалось, я даже не скажу, что не показалось, я уверен, что это было очень хорошо, очень хорошо. Плюс, я в который раз, в который раз пожалел, что я не умею петь, потому что вот раз пиджак у меня уже есть, а если бы я еще в Коростыне в маршруточке запел, Антон, может бы и не так все сложилось. Да, карьера бы удалась. Роман Григорьевич. С большой радостью. Во-первых, что я о Магомаеве снял две большие передачи. Я каждый год, вот после смерти, приезжаю в Баку в день его рождения на кладбище с Тамарой Синявской. Поэтому, и, конечно, я его хоронил и говорил о нем замечательно. Хорошо. Ты мне напомнил, поскольку, когда ему было столько лет, сколько тебе сейчас, тебе, когда он пел в консерватории, открывали окна, потому что желающих прийти на его экзамен было столько, что этот зал не смог уместить столько людей. Роман Григорьевич, прекрасные слова. Ну, хотелось бы, чтобы вы сделали резюме по поводу того, как справился ли Дантес с этой задачей. Как он может не справиться, если бы столько лет, сколько было Магомаеву? Тогда, о чем я говорю. Голос у тебя замечательный, уверенный, теплый и ждущий. Спасибо огромное, спасибо большое. Я же на стороне артиста. Мне всегда хочется, чтобы они услышали лишний раз комплимент. Спасибо. Вот мне интересно. Вы видели, как он поправлял нос даже по Магомаевски? Можно повторить это движение, если можно? Вот это вот фирменное. Это он поправлял уже в зрелые годы. В те годы ему не надо было ничего поправлять. Все было нормально. Кроме слез. Потому что он верил, что у него будет великая судьба. Спасибо большое. Мы продолжаем. Людмила, ваша оценка. Я хочу еще раз поблагодарить программу «Я к две крапли», которая дает нам возможность на машине времени переместиться в то удивительное пространство, когда на нашей эстраде выступали явления, люди-явления. И интеллигенция, и интеллектуальность, и голосовые невероятные данные. Этот голос, он пронизывает века. Володя, я поздравляю вас с невероятной удачей. Это счастье прикоснуться к такому образу. И благодарю вас за столь профессиональное воплощение этого непростого, непростого образа. Спасибо вам. Спасибо вам. Чудесные слова. Сусанна, что вы скажете? Дорогой Дантес, я за вас сегодня действительно очень-очень переживала, потому что этот образ, конечно, это прежде всего академическая манера пения, что чрезвычайно трудно, конечно. И, знаете, я вас хочу поблагодарить за то благородство, которое у вас сегодня было на сцене не только во внешнем проявлении, в манере, но и в подаче звука, и особенно за безупречную интонацию. Браво. Наивысшие комплименты. Сусанна, я, знаете, что подумал, что действительно вы, как человек, который лучше всех нас может оценить академичность голоса, наверное, вы, возможно, будете мне признательны потом, когда я предоставлю вам возможность впервые в жизни спеть вместе с Муслимом Магомаевым. Если, конечно, меня поддержит студия, прошу вас, составьте компанию, дуэт. Прошу. Муслим, какую-то песню могу вам предложить, какую-то песню? Ну, у меня при виде вас только одна песня на устах. Королева красоты. Вы вдвоем сможете, да? Да, конечно. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, Что красотой затмешь любую королеву красоты. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты, Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою, милый, навеки я, Ты жизнь и счастье, любовь моя. Вышел, вышел таки на Магомаевскую ноту. Потрясающе. Спасибо большое, Светлана. Это было еще одно испытание для Владимира Дантеса, И он с честью его выдержал. Спасибо большое. На диван.